Здравствуйте! В новом сезоне книжного переплета мы рассказываем прежде всего о людях, ну и немного о книгах. Наш герой сегодня новый автор тотального диктанта, писатель и журналист, соавтор музыканта Ильи Логутенко, создатель Глобуса Владивостока, номинант практически на все литературные премии Василий Авченко. Начну, пожалуй, с цитаты. Я просто человек, живущий у моря. Молчат и рыба, и камни, поэтому говорить приходится мне. Дебютом дальневосточного журналиста Василия Авченко в литературе в 2009 году стал, и это вполне объяснимо, документальный роман, посвященный праворульному движению. Зарождению и закату индустрии по продаже поддержанных японских автомобилей, спасшей в свое время забытой федеральной властью Приморье. Получилась книга не только и не столько о машинах, сколько о людях, о времени, о любимом авторам Владивостока и, в конечном счете, о частной жизни в глухой провинции у моря на фоне заката империи. Кстати, в Японии перевод этой книги третий по популярности после двух романов Достоевского. За правым рулем последовал «Глобус Владивостока», билетризированная энциклопедия «Путеводитель», выпущенная к 150-летию нашего русского Сан-Франциско. Этому краю также посвящены недавняя книга «Дальний Восток. Иероглиф пространства» и сборник рассказов «Кристалл в прозрачной оправе». А также выпущенная в соавторстве с Ильей Логутенко фантастическая киноповесть «Владивосток 3000». Вообще, Василий Авченко на удивление не боится соавторства, да еще на большом расстоянии. Он, пожалуй, единственный российский писатель, которому такие творческие эксперименты удаются. Вполне успешной стала, к примеру, повесть «Штормовое предупреждение», написанная в 2019 году вместе с петербуржцем Андреем Рубановым. Книга, жанр которой авторы определили как роман больших расстояний, рассказывает историю любви девушки из Питера и парня из Владивостока. Еще большим экспериментом стала биография автора романа «Территория» Олега Куваева. Повесть о нерегламентированном человеке, номинированной одновременно на премии «Большая книга» и «Просветитель». Эту книгу житель Владивостока Василий Авченко написал в паре с филологом из Нижнего Новгорода Алексеем Каравашко. И не беда, что авторов разделяли семь часовых поясов. К слову о биографиях. В легендарной серии «Жизнь замечательных людей» Авченко выпустил уже две книги. О самом известном и маститом дальневосточнике русской литературы Александре Фадееве и том под названием «Литературный первопроходцы Дальнего Востока», среди которых Гончаров, Чехов, Пришвин и, неожиданно, американец Джек Лондон. В 2019 году была учреждена общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Владимира Клавдиевича Арсеньева. Ее первым лауреатом за вклад в современную культуру Дальнего Востока стал Василий Авченко. И свой текст для тотального диктанта в 2023 году Авченко посвятит Арсеньеву – путешественнику, писателю, ученому, исследователю Дальнего Востока, человеку, чьим именем назван Международный аэропорт Владивостока. О своем герое Авченко говорит так – пассионарий, интеллектуал, подвижник, самоучка, ставший ученым всеохватного, леонардовско-ломоносовского типа. Дело в том, что Арсеньев никогда не учился в университете, закончил только двухгодичное юнкерское пехотное училище. Через самообразование он стал компетентным и разносторонним исследователем, занимался географией и этнографией, статистикой, археологией, гидрологией и музейным делом, орнитологией и лингвистикой, экологией и много чем еще. Что такое Дальний Восток? Как он появился у России? Зачем он ей? Кто такой дальневосточник? Наконец, зачем человек живет? Таковы главные вопросы, которые ставит перед собой герой этого выпуска – автор увлекательной документальной прозы, патриот Владивостока, новый автор «Тотального диктанта» Василий Авченко. Сама акция «Тотальный диктант» в 2023 году пройдет 8 апреля, но до этого времени мы еще увидимся уже через неделю. Читайте книги! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...